всем привет привет с лиссабона в конце января на улице тепло плюс 17 солнечно как видите уже до вверх-вниз вверх-вниз это наверное самая главная достопримечательность лиссабона и другая достопримечательность который я замечаю очень много граффити но по порядку подняться вверх чтобы затем опуститься вниз таковы реалий лиссабона обувь только кроссовки только удобно потому что очень легко не просто устать но и подвернуть лодыжку если быть не осмотрительными потому что а лиссабон он такой не просто крутой в плане ландшафта но он и потрепанный я сравниваю с барселоны уж простите в барселоне прожила два-три года и мне казалось что лиссабон будет что-то схожее но скажу так барселона более ухоженная и менее потрепанная потому что город показывает тебя не только этими самыми и знаменитыми открытными местами да там красные крыши допустим в лиссабоне но и вот такими улицами барселоне они тоже не очень если вы были но на мой взгляд намного более ухоженные но это я бы не сказал что прям минус лиссабону просто это его суть что раньше это была великая держава государство первооткрыватели огромной колонии полно золота а теперь это просто бедность я не проверяла статистику но мне вчера здесь местный друг португалий сказал что безработица в португалии во время пандемии взросла взлетела до каких-то страшных чуть ли не 30 с чем-то процентов если это правда таки а я думаю тогда тогда вот вам и португалия страдает нет денег чтобы себя отреставрировать и привести в такой более презентабельный вид потому что вид португалии вот вот такой лиссабона по крайней мере и вот я кстати в центре я не где-то там закоулках более менее в центре буду такой вид лиссабона но все равно мне так нравится но конечно же лиссабон это не только потрепанность но это к примеру апельсиновые деревья прям во дворах очень много плодов но насколько я знаю они не сладкие эти плоды очень кислое тем не менее смотрится очень красиво я не могу сравнить лиссабон до пандемии после но скажу так я вижу что мало людей да не сезон январь но все равно маловато для столицы и мне здесь местные говорят что до людей намного меньше сейчас поэтому если вы хотите исследовать лиссабон возможно сейчас хорошее для этого время везде много мусорок и построек застроек реставрируют поэтому возможно стоит взять свои слова обратно может на самом деле есть деньги у столицы кстати намного насчет того что много мусора но этот мусор хотя быть такой ухоженный а так есть очень много неприятно пахнущего мусорок а мусорок и мусорок и Немного о Лиссабоне и его смертельной брусчатке. Я не представляю, как здесь можно ходить в дождливую погоду. Благо, в Португалии снега нет, но дождя, мне кажется, достаточно, чтобы распрощаться. С цельными конечностями, честно, я не знаю, как здесь ходят местные. Сухо, окей, я как-то там ползком порой, но в дождь. И снова-таки повторюсь, берите кроссовки, если надумаете прижать и познавать Лиссабон поближе. Лиссабон город-космополит, очень много приезжих со всего мира, в особенности с Бразилии. Один и тот же язык, плюс проще эмигрировать, почему бы и нет. И, конечно же, с других стран Европы. Я здесь на улицах в основном слышу испанскую и французскую речь, если мы говорим о иностранном языке, не португальском. С португальским языком у меня вообще интересная история. Я на испанском говорю, понимаю. Португальский я могу читать, но я не понимаю, что они говорят. Звучит как русский язык. Ж, ш, и я не могу читать. Я вроде как вижу слово, я догадываюсь, что оно означает, но я его не могу произнести. Поэтому я себя здесь чувствую, как обезьянка, которая пальцем тыкает. Но есть местные, которые говорят на английском. Это выручает или на испанском. Поэтому здесь, в принципе, я как-то перебиваюсь. Но просто интересный опыт, когда ты видишь слово, но ты не можешь его назвать, потому что непонятно, как оно произносится. Такой язык жестковатый для слушания. Кстати, о местных. Мне жители Лиссабона показались достаточно доброжелательными, открытыми. Они любят свою страну, они любят о ней говорить. И таксисты, к примеру, если они хотя бы немного говорят на английском языке, их не остановить. Они очень любят рассказывать и расспрашивать. Также было интересно услышать от португальцев, что испанцы им кажутся чересчур драматичными и эмоциональными. Давайте немножечко поговорим о еде, о португальских особенностях. Кухня в основном это рыба и картошка. Здесь все просто. Но основное, что вы видите, когда приезжаете просто в аэропорту даже, это знаменитый десерт португальский, который называется паштель де нато. Это такое пирожное в виде чашечек из слоеного теста с заварным кремом. Также другая знаменитая сладость в кавычках это ликер, который называется джинжинья. Это португальский крепленный напиток, который вырабатывается из ягод вишни. Скажем, некий аналог пьяной вишни. Возможно, некоторым из вас знакомый. Мне понравилась идея, что его подают в таких маленьких шоколадных чашечках, шотах. И ты выпиваешь эту джинжинью медленно и затем закусываешь шоколадом. Из других еще особенностей это консервы. Есть целые магазины, которые посвящены только консервам, причем не мясным, а рыбным. Очень много, как говорю, рыбы в португальской кухне и очень много разных консервов. И как можете видеть, из них уже делают целый аттракцион и добавляют интересные надписи на жестебанке, которые многие туристы привозят домой как сувенир. К вечеру Лиссабон просыпается. Здесь культура схожая на испанскую, потому что вечерняя трапеза начинается около восьми. Именно к восьми вечера открываются рестораны, бары и люди собираются. Поэтому, если вы хотите послушать фаду, уникальную португальскую музыку, рожденную в Лиссабоне, будьте готовы к тому, что раньше восьми вы просто так послушать нигде не сможете, а только в ресторанах, и где фаду будет начинаться около восьми тридцати девяти вечера. Что еще из интересного в Португалии, так это то, что если вы хотите посетить бары, о которых шла речь ранее, которые очень любят местные, вам обязательно надо при себе иметь негативный тест на ковид, но по всему городу стоят такие вот вагончики, и они делают тесты совершенно бесплатно. Но эти лаборатории на колесах начинают свою работу только под вечер, а как раз тогда, когда хлынет народ в бары, и вы можете немало времени простоять в очереди. Поэтому, если вы планируете пойти в бар, то подумайте о тесте заранее. Суббота, утро, все только открывается. Хотя уже 10 утра. И решила немножечко рассказать о погоде. Скажу так, в Лиссабоне в январе погода переменчивая. Днем на солнце жарко, можно даже в футболке ходить, и люди ходят. Но только солнышко заходит, сразу холодно, потому что ветрено, потому что все-таки январь. И вот сейчас Белемия, 10 часов утра, плюс 10, прохладненько, ветрено, как можете видеть. Вот как раз подтверждение. Поэтому удовольствие так себе. Но в целом мне очень нравится Белем, симпатичный район. Раньше это был район пригородный, теперь это уже район Лиссабона. На такси 6 евро с центра Лиссабона, поэтому, пожалуйста, можно, конечно, с присадками, трамвай, метро. Но если не покупаете карту, получится дороже. А так 10-15 минут, и вы уже в таком, я бы сказала, мне кажется, культурно богатом районе, потому что очень много музеев. И позади меня вы можете видеть красивейший монастырь. Имя этому монастырю – Жеронимуш. И я заметила, что в португальском языке буква «С» произносится как «ш». Это то, что я немножечко так подучила во время пребывания в Португалии. Сам монастырь красивейший, постройка начала 16 века, по-моему, даже там 1501 год, когда он был построен. Обязательно надо увидеть, если вот в этих краях впечатляет. Можно зайти внутрь, но когда я приехала, монастырь был закрыт, была суббота, и он открывается там где-то в полтретьего, и я к этому времени уже уезжала, поэтому внутрь я не попала, но я прочла отзывы, люди говорят, что не обязательно попадать внутрь. В принципе, в церковь можно зайти бесплатно на территорию монастыря, и этого достаточно, чтобы культурно обогатиться и полюбоваться монастырем. Если бы решила остановиться в Португалии, наверняка остановилась бы в Белеме. Мне нравится, просто, смотрите, да, сколько пространства. В Лиссабоне все так скукоженно, сжато, мало воздуха, мало места. Старый город, да, что мы хотим, узкие улочки. А здесь все-таки вот бегаю не хочу, ездить на велосипеде не хочу. Очень много, кстати, бегают. Не видно? А насчет цены интересно, что я вчера познакомилась с Украинкой, и она здесь снимает жилье, прям в Лиссабоне, практически в центре, однокомнатную квартиру за 650 евро в месяц, что, в принципе, намного дешевле, чем в других странах Европы. Конечно, у нее контракт на год. Это не так, что она снимает полмесячно, поэтому цена такая. Но, тем не менее, 650 евро, это хорошо. И она говорит, что очень нормальная квартира, все новенькое, аккуратненькое. А в Белемье, наверное, еще и дешевле жилье. Поэтому, если думаете переезжать, вот есть Португалия, которая... Привет моему каналу о фрилансе. Которая стала выдавать визы Digital Nomads фрилансерам, по сути, удаленным работникам. И как-то есть определенная программа, tax program для фрилансеров, там как-то дешевле налог, есть какие-то свои лазейки. Я еще не вникала, но, наверное, буду вникать, потому что интересно. Если можно оплатить меньше налогов и быть здесь, в хорошей погоде, вот сейчас январь, да, то почему бы нет? В общем, смотрите, решайте. Но сначала, конечно же, приедьте и сами прочувствуйте, ваше, не ваше. К моему удивлению, основной достопримечательностью Белема является не монастырь, а башня, Белем Тауэр. Очень знаменитая постройка, везде, на всех открытках, магнитиках. Мне напоминает ласточки на гнездо. Если вы были, да, такая небольшая постройка, вокруг омывается морем, красиво, но, в принципе, это буквально там на несколько минут посмотреть. Если же вы хотите задержаться, я бы посоветовала зайти в музеи. В Белем очень много разных музеев на любой вкус. Есть и живописи, и науки. Я, к примеру, была приятно удивлена, когда зашла в один музей современного искусства, и вход по субботам был бесплатный. Вы можете обойти Лиссабон и посетить Белем за одну неделю. Этого достаточно, чтобы ознакомиться с этими территориями. Правда, есть еще одна очень знаменитая местность, куда многие туристы едут. Это Синтра. Поселочек такой недалеко от Лиссабона, там 40 минут на поезде. Я туда не добралась, но обязательно когда-то посещу, потому что местные очень хвалят, местные очень любят это место. И оно крайне популярно среди туристов также. В целом, Португалия мне понравилась. Если вы там были, напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Мне не понравилось много граффити, не понравилась некая неухоженность определенных районов. Но мне понравился колорит, мне понравились люди, и мне понравилась погода. Как для января, очень даже ничего. Вот таким был для меня Лиссабон, Португалия. Согласна, не согласна с моими наблюдениями? Пишите в комментариях. А я уже добралась до Испании. Я сейчас на Канарских островах, а точнее остров Гран-Канария. Но это отдельная история, и для нее надо отдельное видео. А за это спасибо за просмотр и до новых встреч!